Продолжаем проходить сингулярность. Реактор Баррисова как полыхал, так и полыхает, но, судя по всем этим красивым спецэффектам, приближается всё больше и больше вероятность глобального катастрофы или чего-нибудь там ещё. Ну а нам остаётся пока что выживать и добираться до финального апгрейда нашего МВП, который позволит нам гораздо эффективнее за всеми расправляться. Но сначала нужно помочь всем, кто под обстрелом. Блин, кретины чёртовые. Я пока что, конечно, экономлю свои батарейки, хотя в этом смысла особого нету. Ну да и ладно. Снова коридоры, коридоры, ничего особо интересного нет, зато всё разваливается красиво. Ага, вот оно. Финал. Последний апгрейд перед нами. Ага, фиг там. Поможет оно всем. Это дневник доктора Барисова. Всё, хватит. Сегодня я узнал, что Демичев хочет устроить обыск в моей лаборатории и забрать МВП силой. Я оповестил всех коллег, чтобы они ему не подчинялись. Даже думать не хочу, какие гнусные эксперименты он задумал для МВП. И всё. И снова очередная аудиозапись, в которой было место в начале игры, а не в конце. Ну впочем, ладно. Последний апгрейд, который, как и в Half-Life 2, сделает из нашей гравипушки улучшенную гравипушку. Конечно, я бы не назвал этого рабством. Скорее, просто интересная отсылка и так далее. Да и в целом, конечно, пора уже подводить итоги игры. Но, как я и сказал в самом начале, мне нравится этот простой шутер. Красивый, не загаженный чрезмерными деталями, с чрезмерной сложностью и всем прочим. В него хорошо и легко приятно играться. Так что, теперь я ещё больше рад получить финальный усилитель МВП. Больше не расходует энергию Е99. То есть, мы свои батареи копили зря. И апгрейды на расширение полоски тоже копили зря. То есть, теперь мы можем постоянно спамить этими волнами, разрубать всех ими. Ну и поэтому теперь у нас впереди финальная пробежка, после которой будет сразу же финал и никакого финального босса. Да, тоже, между прочим, необычно, правда? Поэтому сразу же самые сильные противники, чтобы мы не расслаблялись. И побольше спамили! И это классно. Хотел бы под конец игры поразвлекаться ещё раз. С этими волнами. А если бы эти ребята пришли на минутку пораньше, они могли бы меня просто раскатать в щи. Потому что у меня ещё не было этого апгрейда. Но нет, сюжет на нашей стороне. Кого бы теперь нам не заспаунили, мы всех будем легко выносить. Ну, как я уже сказал, эта игра тоже отличается по-всякому от некоторых других тем, что в финале нет никакого босса. То есть, теми, чем внезапно не возникнет перед нами в виде чудовищного монстра, как, например, в Биошоке было. Нет, просто финальная разборка, в которой даже не нужно будет использовать своё многочисленное оружие. Но сначала нужно дожить до этого, конечно. Может, я вообще не парился с этими гадами всеми толку-то от них. Они всё равно тупят. Просто бежать себе дальше, да и всё. Правда, вот сейчас солдатики начнут, наверное, оживать. Правда? Конечно. Ещё и уйти нельзя, пока всех не убиваем. Даже как-то немножко печально, что меня так просто запирают. Ну, впрочем, ладно. Эта игра, как я уже сказал, мне очень понравилась в целом. Я не могу к ней как-то серьёзно придираться, так что пора её, в общем-то, и завершать. Мда уж. Как-то не успел даже итоги подвести, потому что слишком быстро закончилась наша пробежка. Но так уж и быть. Минутку, капитан! Позвольте открыть вам дверь! И, собственно, вот она, развязка. Остановить теми чего. Ах, да, ещё можно всех состаривать. Совсем забыл про это. Хотя, в целом, довольно бесполезная функция, так-так. Конечно, баланс в игре так себе работает. И МВП не очень-то нужен по ходу игры. Опять апгрейды? Странно. Это уже же финал. Нафиг тому всё нужно? Это здесь конец игры, и тебе больше уже практически ничего не понадобится. Хотя расслабляться тоже нельзя, как видите. Меня очень даже легко могут, если что, и убить. Если я буду тупить слишком сильно. Так что ладно. Даже пулемёт, как-то, уже не нужен. Хотя всё равно клёво. Мне очень нравится такая халява под конец игры. Правда, некоторые из них... Из некоторых из них халявы всё равно какая-то странная. Ну, нафига мне апгрейдят уже? Я так практически всё купил, что мне нужно было под конец. Так что... Ну и чёртся, впрочем. Может, так и должно быть? И снова эти идиотские надписи. Правда, конечно, под конец игры расходится парочка спойлеров. Например, кто оставил запись в альбоме, которую мы читали в начале игры через ноутбук и так далее. Ну, это всё мелочи. Хоть немножко ещё пострелять. Под занавес. Хотя бы спасибо, что не напрягают никак. Просто развлеченница. Мне очень нравится, как в этой игре подошли к реализации графики, окружения, детали очень интересные и прочее. Она выглядит приятно и интересно, и я могу так не придираться всерьёз. Хотя, конечно, отсутствует сглаживание, и вообще в опции архе нет ничего в настройках графики и так далее. Это немножко печально, но жить не мешает в целом. Так что чёрт с ним. Зато мне нравится мясо, мне нравится оружие. Пусть оно тоже немножко несбалансированное, потому что автоматы и пулемёт слишком универсальные и идеальные. Да и противники тоже туповаты, конечно. Искусственный интеллект, где как-то плоховато развит, всем легко справиться, и он не выдаёт никакого абсолютного вызова тебе. Как-то, например, было в F.E.R. Там, конечно, тоже было не то, чтобы очень сложно, но всё-таки противники были хотя бы как-то тактически поумнее. Но играть ни то, ни другое, опять же, не мешает, в принципе. Поэтому, хоть я прохожу эту игру уже, кажется, в третий раз, я всё ещё не могу как-то надоесть, устать от неё и так далее. Она в любом случае не успевает нас кучить, потому что она довольно короткая. И, собственно, вот и финиш уже. Больше нам оружия наше не понадобится, и если мы перезагрузимся, то окажемся с револьвером. И теперь у нас есть три концовки на выбор, в зависимости от того, что же нам хочется. По желанию, левой пятки, естественно. Как ты только узнал, что всё именно так сработает? Ну да ладно. Теперь, кажется, последний рывок. В общем, я рад, что я записал эту игру, и что он смог её также включить себе, так сказать, в архив. Это хорошая игра, которая мне в целом во всём понравилась. И больше нечего сказать. Решили освежить воспоминания, капитал? Вы явно удивлены? Вы так старались взорвать сингулярность, а я взял и повторил эксперимент. Ну, отдайте мне МВП. Прямо стойте. Мы что-то упустили. Надо как следует подумать. Историю можно изменить. История пишется победителями. А вы проиграли. Хэдшот номер два. И всё равно он жив. Что за читер? История пишется победителями. Точно. Здесь дело не в сингулярности. Это же вы попали в прошлое и вытащили Демичева из горящего здания. Помните? Вы изменили его судьбу. Теперь вам придётся изменить её снова. Демичев не должен выжить. Не выйдет. Вы уже однажды пытались. И не сумели. Капитан Ренка. Вспомните, кто был там помимо меня. Ренка, постой! Демичева нельзя! Тем другим человеком были вы. Да, он прав. Вы и есть аномалия. Значит, чтобы исправить историю, вам придётся остановить самого себя. То есть убить себя? Вы просите человека пожертвовать собой, хотя вы ошиблись? Сколько раз там уже? Боюсь, Баррисов. Вы определённо не вправе давать такие указания. Ренка, не слушайте его. Вы можете спасти мир. Казалось бы. Капитан, вспомните, кем вы были в самом начале. Трудним из улья. Я подарю вам новую жизнь. Там всё, о чём вы только могли мечтать. Отдайте мне МВП. И мы будем править миром. Ренка, вы хотите стать частью этого мира? Оглянитесь! Посмотрите, сколько зла он уже причинил! У каждого реформатора были критики. Ренка, он не реформатор. Он убийца миллионов. Диктатор! Остановите его любой ценой. Используйте МВП на сингулярность. Вернитесь в прошлое и убейте себя. Хм. Какое заманчивое у вас предложение. Присягните мне на верность. И убейте Барисова. Я наделю вас безграничной властью. Решайте сами, капитан. И здесь и находится выбор одной из концовок. Мы можем убить любого из них, и в этот раз уже никто из них не восстанет из мёртвых. Но если мы будем думать слишком долго, то он подберёт свой револьвер и застрелит меня. Так что начинаем с концовок. И, пожалуй, лучшим выбором будет сначала нейтральная. Убить обоих. Все сведения о Е-99 и Каторге-12 пропали с гибелью Барисова и Демичева. Вы бесследно исчезли. Вас слагают легенды. Многие считают, что вас вообще не было. Местонахождение МВП неизвестно. Тела Демичева и Барисова были обнаружены лишь через несколько недель. Убийцу так и не нашли. Смерть Демичева ослабила хватку советской мировой диктатуры. СССР быстро распался на множество враждующих государств. Миллионы людей по всему миру гибнут в локальных конфликтах. Мир-12 постепенно увеличивает свои ряды и влияния. Не прекращая борьбы советской армии, группа начинает поиски убийцы доктора Барисова. До сих пор они не увенчались успехом. После того, как МВП вывезли из каторги-12, сингулярность стала нестабильной. Мощный взрыв уничтожил восточное побережье СССР, затронув даже штат-тюрьму Аляска. Стая тварей из каторги-12 проникла на материк и наводнила новый гигант. По слухам, неизвестные войска постепенно оккупируют бывшие США. Личность командира неизвестна, но говорят, этот безжалостный человек уничтожит всякого, кто встанет у него на пути. Судя по всему, его цель – мировое господство. Его армия растет с каждым днем. Люди считают, что он обладает невероятной силой, словно повелевает божьей десницей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok У каждого реформатора были критики. Редко. Он не реформатор. Он убийца миллионов. Диктатор. Остановите его любой ценой. Используйте МВП на сингулярность. Вернитесь в прошлое и убейте себя. Хм, какое заманчивое у вас предложение. Присягните мне на верность и убейте Барисова. Я наделю вас безграничной властью. Решайте сами, капитан. Это была нейтральная концовка настоящего эгоиста. Ну а теперь, естественно, более логичный выбор. Выбрать только одну сторону. И выстрелить кому-нибудь, например, в пятку. Потому что это же тоже убивает, не так ли? Капитан! Смертельная рана. Плохая концовка. Генеральный секретарь Демичев единственный, кто выжил на каторге 12. Имя Барисова стерто из истории. Обладая мощью МВП, вы вместе с Демичевым управляете сингулярностью. Каторга 12 стала поворотной точкой, позволившей Демичеву разгромить последние остатки сопротивления. Став главнокомандующим, вы превратили армию Демичева в несокрушимую силу. Вы даже нашли применение существам с острова. Вы используете их для первой атаки во всех крупных сражениях. Миллионы людей загнаны в трудовые лагеря. С помощью сингулярности и несокрушимой армии вы уничтожили последние остатки бунтовщиков. Группа МИР-12 поначалу оказывала сопротивление. Но МВП не оставил им ни единого шанса. Через несколько лет советская диктатура дает первые трещины. МВП и ваш опыт применения современного оружия приумножают ряды ваших сторонников. Некоторые даже считают, что у вас больше власти, чем у Демичева. Осознав опасность, Демичев тайне начинает разработку экспериментального оружия на территории бывших США. Поговаривают, будто он создал свой МВП. Столкновение неизбежно. Мир снова втянут в холодную войну между двумя сверхдержавами. Какое заманчивое у вас предложение. Присягните мне на верность и убейте Барисова. Я наделю вас безграничной властью. Решайте сами, капитан. Эти две концовки были довольно интересны, но какая из них самая правильная и так понятна. Прощай. Боже, он мертв. Капитан, вы только что убили самого влиятельного человека в мире. Но это ничего не... Да он опять оживет, наверное. В этот подход истории вам нужно вернуться в прошлое и помешать спасению Демичева от пожара. Вон аж дернулся после выстрела. И, кстати, Барисова все еще можно убить. Но, впрочем, понятное дело, что это не вариант. Правда, если, по идее, я отправлюсь, чтобы убить себя в прошлом, то получается, что... Странно тогда, почему в начале игры я самого себя предупредил криком, а не попытался убить. Так что получается, что все правильно они говорят. Вернее, что все правильно мы видели на одной из схем, что... Эм... Каждый раз создается отдельная временная линия. И, соответственно, концовка игры может вовсе не быть. Мирным началом. А чем-то совершенно другим. Ну, мирным, то есть без катастрофы. Но, впрочем, посмотрим. На этом все. Спасибо за внимание. И конец. Хотя, все-таки, я не чернокожий. Я ошибся. Хе-хе. Ну и ладно. Главное, хэппи-энд теперь доступен. Молот-2-1, красный борт на связи. Вы входите в воздушное пространство каторги 12. Вас понял, красный борт. Следую точно по курсу. До цели 3 минуты. А концовка все равно неожиданная. Они нас сюда посылают. Тут же нет ничего интересного. Военная разведка. Сборище клоунов. Молот-2-1. Сохраняйте скорость и направление. Вас понял, красный борт. Сколько раз видел. Не надоедает. Молот-2-1, молот-2-1. Ложная тревога. Повторяю, ложная тревога. Задание отменено. Летите домой. Ха, ну что я говорил. Ничего интересного тут быть не может. Верно, товарищ? Верно, товарищ. Верно, товарищ. Верно, товарищ. Верно, товарищ. Верно, товарищ. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА